Президент Украины Петр Порошенко подписал бюджет на будущий год. Он отметил, что правительство продолжает рушить старую систему и главный финансовый документ принимается в установленные сроки. Также Петр Порошенко особо подчеркнул, бюджет социально ориентированный, реформаторский, защищающий интересы украинского работника и производителя. Также он поможет улучшить инвестиционный климат в стране. Я надеюсь, что после ретельного анализа наших изменений в законодательстве инвесторами, международными экспертами, мы продолжаем свое сходение по сходинкам рейтинга «Доим бизнес» и несколько надзвичайно важливых кроков в этом направлении будет сделано. Особо президент отметил, что траты на оборону в новом бюджете станут больше. Можу наголосить, что в этом году эти выдатки после работы в Украине и парламенте складывают даже не 5, а 5,2% от внутреннего продукта. Причем, в первую очередь, ци выдатки сконцентрованы на финансировании Збройных сил и спрямованы не только на фиксацию грошового забезпечения, медичного забезпечения, речевого, продовольчого забезпечения, но и на финансирование державного оборонзамовления. И думаю, что в первую очередь, те новые изразки озброения, которые мы разработали за последние 2,5 года, перейдут из процесса выпробования до безпосреднего постановки на озброение, что значительно посилует боевые возможности наших Збройных сил. Напомним, основным нововведением в социальной сфере в будущем году, согласно финансовому документу, станет повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен без учета вычета налогов. Также поднимутся зарплаты учителей и медработников. До инаугурации нового президента США Дональда Трампа остается месяц. Тем временем, эксперты отмечают резкое падение рейтингов Трампа. Уровень популярности новоизбранного президента ниже всех его предшественников, вступивших в должность за последние полвека. По словам политических обозревателей, за последние 60 лет каждый новый президент США вступал в должность с рейтингом выше 50%. У Трампа сейчас 42%. Это на 17% ниже, чем у Джорджа Буша-младшего, и на 20% чем у Барака Обамы. И это, по мнению экспертов, негативно влияет на объединение страны. На месте катастрофы российского Ту-154 в Черном море найден 11 трех бортовых самописцев. Еще два черных ящика находятся в хвостовой части самолета. Их пока найти не удалось. Также обнаружены 16 тел погибших. Напомним, самолет разбился в воскресенье при взлете. Спустя 7 минут после вылета он упал в море недалеко от Сочи. На борту было 92 человека, 8 членов экипажа, около 60 участников российского военного ансамбля и журналистов трех телеканалов. Все они направлялись на российскую базу Хмимим, где должны были выступить перед военнослужащими, участвующими в боевых действиях на стороне армии режима Башара Асада. Изменение климата, загрязнение окружающей среды и вырубка лесов наряду с браконьерством привели к тому, что представителей животного мира стало значительно меньше. Это Кения. Тысячи антилоп гну пересекают реку Мара в заповеднике Масаи Мара, следуя к танзанийским равнинам Серенгети. По данным Международного союза охраны природы, около 50 видов животных каждый год оказываются ближе к полному исчезновению. В настоящее время 41% всех амфибий на планете и 25% млекопитающих находятся под угрозой. В декабре в Красную книгу попала самая высокая животная – жираф. Причина – резкое сокращение численности. Подвид жираф Ротшильда самый редкий. Десять лет назад их оставалось всего около сотни и только в заповедниках. Люди начали вырубать растительность для создания сельскохозяйственных угодий. В этом процессе жирафы начали гибнуть из-за недостатка пищи. Также люди их убивали, если они заходили на поля. Несмотря на усилия природозащитника, в этом году в Африке меньше стало и носорогов. Это Судан – последний самец подвида северный белый носорог на планете. Он живёт в заповеднике в центре Кении с двумя самками – фату и наджин. Его самец, собрат Суни, умер в прошлом году. Теперь судьба подвида лежит на плечах Судана. Но он уже старый, ему 43. И его здоровье продолжает ухудшаться. Во многих странах, где водятся носороги, годами продолжаются военные конфликты. Среди таких – Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика и Чад. Это очень затрудняет усилия по сохранению животных. На чёрном рынке рог носорога стоит около 65 тысяч долларов. Его используют в китайской медицине. Из-за этого каждый год убивают более тысячи носорогов. В одном из заповедников ЮАР с проблемой решили бороться радикальными способами. Здесь рог у этих животных срезают до того, когда до него доберутся браконьеры. «Настанет день, когда у носорогов не останется рогов. Однако их по-прежнему будет выгодно убивать даже ради 400-500 граммов рога, поскольку цена на него огромная». Но борьба продолжается. В апреле этого года властики не уничтожили одну тонну 300 килограммов рогов носорога и 120 тонн слоновой кости, изъятых с чёрного рынка. Исследования показывают, что стремительно сокращается и численность африканских слонов. Каждый год популяция уменьшается на 8%. Главная проблема – также браконьерство. Кроме того, усугубляется конфликт между слонами и людьми. Население постоянно расширяет площадь сельхозугодий. В результате животные погибают от голода либо от рук фермеров, защищающих свои посевы. Под угрозой в Африке также несколько видов зебр. Их убивают ради мяса и кожи. Исчезают и шимпанзе. А на острове Борнео продолжают исчезать орангутаны. За последние 60 лет их популяция сократилась вдвое. Главная причина – выжигание лесов под пальмовой плантацией. А вот из Греции поступают хорошие новости. В этом году наблюдается рекордное число молодняка морских черепах. Если в прошлом году здесь на одном из пляжей Ионического моря нашли 570 кладок, то в этом году более полутора тысяч. Предполагается, что немаловажную роль сыграл полный запрет на посещение мест, где черепахи откладывают яйца. Это Южноафриканская республика. Здесь опасаются зачисленность белой акулы. Предполагается, что она может полностью исчезнуть из вод близ южного побережья. Главные причины – рыболовство и загрязнение окружающей среды. И снова хорошие новости. Теперь уже из Афганистана. Здесь наблюдается повышение численности снежных барсов. Несколько лет назад здесь создали заповедную зону. Теперь этих кошек становится больше. А в зоопарке Копенгагена родился детеныш Акапи. Эта парнокопытная относится к вымирающим видам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова